Канобу.ру представляет В средние века самым известным или выжившим воинам министрели посвящали баллады и песни. Чуть позже это коснулось и прекрасных дам. В 21 веке муза стала посещать и влюбленных игроков. Они готовы бесконечно осыпать стихами любимые игры. Одним из объектов внимания и страсти стала оборона древних, то есть дота. Наконец, на этой неделе стало известно, что Дота 2 готова собрать всех звезд на одной арене. В официальном блоге Доты появилось объявление о том, что совсем скоро стартует чемпионат по второй части Некленки. Приглашены все звезды. В обновленной обороне древних примут участие 16 команд со всего мира, 12 из которых будут выбраны самими организаторами. За оставшиеся 4 места придется бороться в течение двух недель, как ветеранам движения, так и тем, кто уже вкусил Доту 2. Соревнования будут проходить с 8 по 11 декабря в Кинве, так что у всех поклонников Доты, если они до сих пор не купили билеты, есть прекрасная возможность успеть на чемпионат. Какие онлайн игры для консолей вы знаете? Согласитесь, их настолько мало, что вполне можно разделить их на две категории. Те, которые существуют, и Final Fantasy, которые настолько бессмысленны и беспощадны, что находятся за гранью добра и зла. Но не стоит, а грустно, ведь на улице любителей онлайн-прострелушечек, пусть и не очень скоро, но все же перевернется грузовик с пылью. Даст 514 как капризная невеста, которая сначала пообещала руку и сердце Xbox, а потом передумала и предпочла PlayStation 3. Это не просто полноценный шутер от первого лица на движке Unreal 3, но и тактическая игра, где помимо прокачки персонажа, нужно совершенствовать свою боевую технику, без которой ни в одной драке выстоять не получится. Однако не стоит бояться смерти. Разработчики пыли, наоборот, призывают сражаться, умирать, учиться на собственных ошибках и набираться тем самым опыта, ведь персонаж, по сути, бессмертный. Даст 514 примечательна не только тем, что является ММО для PlayStation. Помимо этого, игроки пыльной вселенной Eden плотно завязаны с Иф Онлайн. Конечно, двум мирам пока не суждено встретиться на игровых просторах, но персонажи Даст могут выполнять задания, полученные от пилотов Иф, тем самым поддерживая невидимую космическую связь. На выбор будет доступно пять раз — Калдари, Галенте, Мантамары, Амары и Лазурные Юпитерцы и Овы. Все они имеют человеческое происхождение, поэтому различаются только в морально-этическом плане. Вы можете стать шпионом, фанатичным патриотом, борцом за добро и справедливость или же качком-интеллектуалом. Разработчики Даст-514 обещают не только оригинальную стрелялку, но и бескрайнее боевое пространство, завораживающее своей красотой. Точная дата выхода эксклюзива для PS3 пока не объявлена, но судя по довольно часто обновляющемуся сайту и новостной ленте Твиттера, ждать осталось недолго. Любите ли вы комиксы так, как любит их он? Если да, то вам нужно срочно подписываться на Champions Online, ведь тогда у вас появится не только шикарная возможность пощеголять в латексном костюме, но а также стать самым главным героем настоящего трехмерного комикса. Абсолютно бесплатная и на все 100% супергеройская Champions Online радует поклонников свежими находками. Вместо скучного анонса новых карт, пучеглазых тварей и бессмысленных квестов, Cryptic Studios предлагают стать героем настоящего комикса. Whiteout, она же Белая Мгла — одно из новых дополнений к игре. Это своего рода отдельный сценарий, в который может вписать себя любой герой, начиная с 11 уровня. В Белой Мгле будет пять глав, причем каждую из них придется пройти поэтапно, чтобы получить доступ к следующей. Игроку предстоит отправиться в заснеженную Канаду, чтобы разгадать все тайны, предотвратить страшный катаклизм и победить кучу плохих парней. Для разнообразия разработчики включили в дополнение кат-сцены, полностью соблюдая каноны комиксов. Поэтому теперь любой фанат чемпионов, не выходя из дома, может вершить свое трехмерное правосудие, ощущая себя полноправным Капитаном Америкой или, чем черт не шутит, прекрасный Ороро Монро. Чак Норрис Чак Норрис не охотится. Говорят, что Чак Норрис настолько крут, что заставил режиссера этого ролика плакать, а потом умылся его слезами. Перед суровым и, безусловно, крутым Уокером был мистер Ти, двукратный лучший вышибал Америки. И вот, на просторах Рунета снова обсуждают, какие же звезды любят Вов так же, как любим его мы. Среди игроков была замечена Джессика Альба, а также великий и ужасный Оззи Осбор. На самом деле, эта часть баферов не содержит в себе никакой нужной информации о World of Warcraft. Просто Чак Норрис настолько рыж, бородатый и суров, что мы не могли не упомянуть о нем. На сегодня это все. С вами была Карина и Бафера. Увидимся на следующей неделе. И ведите себя хорошо. Или придет, ну, сами знаете кто. Покажи, насколько ты крут. И вот это значит ударить. Вот что значит ударить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова